Дело номер 128 Всё, что Олег Якушев мог узнать про человека, известного под именем Дмитрий Рой, было собрано в деле под номером 128, составленным Виктором Терновым более года назад. Молодой следователь, полностью проработав собранный материал, пришёл к выводу, что его предшественник был не до конца откровенен, когда представлял руководству отчёты о проделанной работе. В частности, Якушев замечал весьма серьёзные пробелы в описании жертв, найденных в многочисленных квартирах города Волгограда. После, как оказалось, отчёты Виктора не в полной мере отображали все данные, собранные судмедэкспертами. Складывалось впечатление, что 39-летний лейтенант розыскного отдела «Заведомо» укрывал часть собранной информации, которая впоследствии переставала фигурировать в деле Дмитрия Роя, известного по прозвищу «Лицидей». Дело было закрыто 14 месяцев назад, когда Рой исчез из поля зрения полиции. В то же время прекратились и похищения людей, которые были приписаны деяниям Роя. Тернов поспешил закрыть дело в связи с исчезновением подозреваемого. Как говорилось в последнем отчёте, Дмитрий Рой покинул город в неизвестном направлении. Впоследствии дело попало в архив, где пролежало более года, пылясь на полке среди картонных папок, в каждой из которых были собраны подобные описания самых страшных убийств, произошедших в Волгограде. Якушев был знаком с некоторыми из них, поскольку часто прибегал к практике своих коллег, имеющих солидный стаж и опыт работы. В основном молодому следователю попадались преступления на бытовой почве. Довольно часто люди в пылу ярости или ревности убивали своих родных и близких, пытаясь затем скрыть следы преступления. Здесь были попытки выноса тела в распиленном виде и расфасованном в пластиковые мешки. Кто-то вывозил труп по старинке, завёрнутым в ковёр, но был пожилой мужчина, решивший, что лучше всего скрыть гибель собственного сына, съев его тело. Но всё это не шло ни в какое сравнение с делом номер 128, внезапно всплывшим из архива после того, как в течение месяца пропало пять человек. Более опытные следователи тут же сопоставили новое исчезновение с пропажами людей годовалой давности. Тем более, что почерк совпадал. Разница заключалась лишь в том, что год назад все тела были найдены. Они находились в разных квартирах, чему свидетельствовали фотографии, приложенные к делу. Возможно, Дмитрий Рой был в своём вымышленном мире не просто убийцей, но ещё и творцом, гением, создающим шедевры из материала, когда-то бывшим живыми людьми. Но, несмотря на весь ужас, запечатлённый на фотоснимках, Якушев заметил особенность, заставившую его 16 июня в свой выходной день уехать из города на поиски Виктора Тернова. Преодолев расстояние в 140 км по трассе М6, мужчина свернул в сторону небольшого городка, сверясь по навигатору в правильности направления пути. Якушев был достаточно молодым следователем, но, тем не менее, с большими амбициями. Ему хотелось распутывать все дела, которые только попадали на рабочий стол. Хотелось как можно больше посадить за решётку подонков, терзающих мирных граждан своим больным безумием. И для своей цели мужчина готов был не жалеть личного времени. Он проехал через городок, свернув на нужную улицу, где остановился возле частного одноэтажного дома. Ближе к полудню солнце разогрело воздух до 30 градусов, и, выйдя из прохлады кондиционера, Якушев ощутил сухость воздуха. Здесь царила пыль, подымающаяся от лёгкого дуновения ветра, хотя буйная зелень, окружавшая дома, говорила о частых дождях. Якушев направился к входной двери, прихватил с собой папку с делом номер 128, оценивая на ходу состояние жилища Виктора Тернова. Но сказать по правде, как к самому зданию, так и к окружающему его участку уже давно не прикасалась рука настоящего хозяина. Сорняк рос здесь на полных правах, мешая молодым побегам прочих растений. Кломбы для цветов, когда-то высаженных вдоль тропинки, теперь походили на рассадник обычной травы, чьи семена были занесены ветром с ближайших полей, окружавших город. Олег остановился возле деревянной двери, спрятавшийся в тени козырька, постучав в неё. Глухой звук разлетелся по дому, оповещая о прибытии гостя, а мужчина тем временем постарался заглянуть в одно из окон. Он сделал пару шагов в сторону от входа, оглядев помещение. Это была кухня, заставленная старой мебелью. По стенам висели шкафы с перекошенными дверцами, а в раковине громоздилась грязная посуда. На кухонном столе, помимо тарелок, стояла початая бутылка дешёвого коньяка. Олег вернулся к входной двери. Он ещё раз постучал, подумав, что хозяина может и не оказаться дома. Позвонить Виктору заранее не было возможности, поскольку нигде не был указан его номер телефона. Но судя по состоянию всего дома, Тернов вёл затворнический образ жизни. Если этим утром мужчина покинул дом, то обязательно в скором времени вернётся обратно. Якушев уже возвращался к машине, когда услышал шаги, заставившие его воспрять духом. Во всяком случае, проделанный сегодня путь не окажется напрасным. Дверь открыл худощавый, осунувшийся мужчина с запавшими глазами, обведёнными фиолетовыми кругами. Якушеву даже показалось, что хозяин дома болен и его визит может оказаться не кстати. Но когда Виктор заговорил, то его голос был вполне бодр и крепок. «Что тебе? Опять продаёте всякую дрянь? Меня зовут Якушев Олег. Я из управления, где вы работали год назад», – ответил молодой мужчина и до верности протянул свою корочку в раскрытом виде. Виктор пробежал по документу взглядом, не вдываясь в подробности. «Я не жду гостей», – огрызнулся хозяин дома, сверляя Олега твёрдым взглядом. «Простите, что побеспокоил вас. Вы уже давно не служите в полиции и, думаю, хотели бы забыть обо всём, но у меня к вам есть вопросы, на которые сможете ответить только вы». «К чёрту ваши вопросы!» «Я не желаю ничего обсуждать». Тернов уже стал закрывать входную дверь, когда Якушев произнёс в надежде зацепить своего несговорчивого собеседника. «Это касается дела лицедея. Мне кажется, что похищения возобновились». Дверь замерла на одном месте, лицо Виктора застыло в сумраке плохо освещенного помещения. Его глаза смотрели на Олега так, словно пытались прочесть мысли молодого парня. В этом месте Якушев знал, что у Тернова довольно богатый послужной список и что в его жизни произошло немало событий, касающихся лично его самого. Этого матёрого волка невозможно ни обмануть, ни что-то скрыть от него. Его действия как следователя не могли не восхищать начинающего специалиста, и поэтому, когда перед Якушевым дверь раскрылась полностью, приглашая его войти внутрь, мужчина испытал лёгкий трепет. Первая победа в этом деле была одержана, оставалось теперь только найти правильные слова. Обстановка в доме была столь же плачевная, как и снаружи. Старая корпусная мебель, с пылящимися, зачастую пустыми полками, выглядела так, словно пришло время отправиться на свалку. На полу в гостиной лежал старый ковёр, потерявший свои былые яркие цвета. На нём стоял диван с засаленными подушками и пошарканными подлокотниками. Весь дом был погружён в лёгкий полумрак, отчего тени сливались между собой, приглушая основные краски обоев и прочих вещей. Якушев огляделся по сторонам, примерно представляя себе расположение комнат. Справа от входной двери находилась дверь в кухню, куда собственно и позвал его Виктор, махнув рукой. Они сели за кухонный стол напротив друг друга, хозяин дома, не предложив гостю даже воды, смотрел на молодого мужчину взглядом, переполненным недовольства. Олег понимал, ему необходимо говорить быстро и по существу, ведь настроение хозяина дома может перемениться в любую минуту. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне про Дмитрия Роя. Всё, что вы знаете о нём. Я с недавних пор занимаюсь делом по исчезновению нескольких человек. В основном это молодые девушки. Такая же история, с которой пришлось столкнуться вам год назад». «Похищение молодых девушек всегда в приоритете у маньяков», – перебил Олега Тернов, скрестив руки на груди. «Они не дают такой сильный отпор, как мужчины». «Да, конечно», – согласился Олег, ощутив себя дилетантом. Он положил картонную папку, набитую бумагами на стол. На её обложке было аккуратным почерком выведено дело номер 128. «Пропало пять человек за месяц. Девушки просто выходили из своих домов, отправлялись по делам, а затем исчезали. Вы находили их тела?» «Далеко не все из них были найдены», – Тернов усмехнулся, отведя взгляд в сторону. Казалось, мужчина потерял всякий интерес к разговору. Олег даже решил, что их беседа может закончиться, так и не начавшись. «Так с чего вы тогда взяли, что это дело лицедея?» «В отличие от вас, я нашёл тела всех девушек». Якушев открыл папку, внимательно слушая Виктора, он понимал, к чему он клонит. На первый взгляд, всё выглядело именно так. Год назад действительно каждая из похищенных жертв была найдена. В некоторых квартирах находилось сразу по три тела, в других по одному. Почерк убийству абсолютно схожий и совершенно очевидно, что преступника не терзали принципы морали. Тела на фотографиях выглядели настолько изувеченными, что приходилось подолгу изучать снимки. «Да, вы правы. Я пока ещё не нашёл все похищенные жертвы», – продолжил Олег, раскрыв папку и вынув из неё описание первого преступления. Виктор всё это время наблюдал за действиями своего последователя без каких-либо эмоций. «Но мне удалось подробно изучить сам способ похищения, а точнее выманивания жертвы. И как в вашем случае, так и в моём всё оказалось очень похоже. Вначале знакомства в социальных сетях, затем телефонные звонки, несколько встреч и после исчезновения». «Ну и что?» Виктор Тернов развёл руками в стороны. «Обычное дело, не все преступники готовы схватить человека посреди улицы и затолкать его в машину. Чтобы игра стала наиболее острой, необходимо втереться в доверие. Да, мы проходили это на занятиях по психологии, но ведь слова не могут повторяться с идентичной точностью. Не существует институтов для маньяков, где бы их обучали, что и когда говорить». В подтверждении своих слов Олег протянул собеседнику распечатки из социальной сети. «Та, что сверху – это распечатка из разговоров годовалой давности. Той, что снизу – всего месяц. Обратите внимание, некоторые предложения абсолютно одинаковы». Тернов взял распечатки и на несколько секунд погрузился в чтение. Он перебирал их одно за другой, сравнивая тексты, затем положил обратно на стол и, уставившись на Якушева, спросил. «Хорошее наблюдение. Видно, вы не зря просиживаете в моём кабинете. Так что вы хотите узнать? Я ведь описал все этапы следствия в своих отчётах». «Да, я их прочёл и не единожды». Якуша вновь вынул из папки уже более свежие документы. «Но помимо ваших отчётов, я подробно переговорил с судмедэкспертами, которые вели это дело. Несколько раз общался с врачом-патологоанатомом, работавшим с телами. И мне даже удалось найти полицейских, которые первыми попадали на места преступлений. По собранным данным, я определил, что вы далеко не всё отобразили в своём отчёте». Якушев протянул распечатку Тернову, но мужчина её даже не взял. Он продолжил сверлить молодого парня взглядом, Олег всё ещё держал документ в протянутой руке, понимая, что на самом деле его собеседник вряд ли найдёт в нём что-то новое для себя. «На то были причины», – сухо ответил Виктор и, поднявшись со стула, прошёл к раковине. Он взял стеклянный стакан, ополоснул его водой из-под крана и вернулся обратно за стул, затем, наполнив его на четверть коньяком, выпил залпом. Олег всё это время наблюдал за мужчиной, вернув распечатки назад в папку. Как он уже успел убедиться, следователи иногда скрывают определённые факты распутываемого ими дела. Причины могут быть разные. Но в деле под номером 128 эти причины могли стать основным звеном, ведущим к поимке преступника. Если не брать в расчёт богатый послужной список Тернова Виктора, то могло сложиться впечатление, что этот человек попросту покрывает Дмитрия Роя. «Причины отпустить маньяка, зверски замучившего двенадцать девушек?» Тернов вновь усмехнулся и плеснул алкоголь в стакан. «Невозможно отпустить того, кто так и не был пойман. И поверь мне, выследить человека, который буквально прыгает во времени, невозможно». «Что вы сказали? Прыгает во времени? Как это?» Удивился Олег, но Виктор развёл руками, сжимая стакан, и почти рассмеявшись ответил. «Если бы я сам знал, как он это делает, то, думаю, поймал бы его раньше тебя». Он вновь выпил горячительный напиток и сильным стуком поставил стакан на стол. «Расскажите мне всё, что знаете, и, может быть, у меня получится схватить его», – предложил Якушев, не переставая настаивать на своём. «Я вас понимаю. Вы хотели наказать преступника и скрыли все эти данные, чтобы никто не помешал в поисках. Вся эта бюрократия и желание более высоких чинов присвоить распутывание громких преступлений себе заставляет идти на подобный шаг. Но он вернулся, я в этом уверен». Якушев смотрел на Тернова, не отрывая взгляда. И впервые, за всё их короткое знакомство, что-то в лице Виктора изменилось. Что-то дрогнуло в этом почти монолитном лице, его взгляд и жесты на какое-то мгновение изменились, превратив сурового полицейского в запуганную жертву. Такие изменения не могли пройти мимо внимания Якушева, и Олег выдал последний аргумент. «Если вы в действительности хотите привлечь этого палача к ответственности, то дайте мне шанс, помогите мне закончить ваше дело». Виктор оценивающе оглядел собеседника, отодвинув от себя распечатки, сделанные из социальных сетей. «Ты прав, но не во всём. Меня не интересуют медали и звёзды на погонах. Есть в жизни то, ради чего стоит не только жить или умереть. Есть вещи, ради которых стоит пойти на риск, даже если появившиеся шансы кажутся абсолютным безумием». «Вы имеете в виду свою семью?» Зернов кивнул, тяжело переводя дыхание. Олег знал, что год назад его супруга и пятилетняя дочь оказались жертвами мести. В то время Виктор сумел расследовать ряд тяжёлых преступлений, накрыв целую банду наркоторговцев. Но их связи в правительстве оказались куда сильнее амбиции следователя и под суд попали только мелкие сошки. Но Тернов не унимался, он продолжал вести расследование даже тогда, когда получил приказ сверху о прекращении дела. А когда очередному авторитету уголовного мира было предъявлено обвинение, автомобиль, в котором ехали жена и дочь Виктора Тернова, попал в серьёзную аварию. В отделении все знали эту историю и сочувствовали потере, но когда через месяц Тернов вернулся, он словно стал машиной, наказывающей всех представителей преступного мира, ломая их на допросах и заставляя нести наказание ещё до суда. «Ты знаешь, как всё произошло?» «Эту историю до сих пор обсуждают в отделении. Я лишился тех, ради кого жил, а тот, кто заслуживал пожизненного заключения, оказался на свободе». Но Дмитрий Рой был именно тем человеком, которого можно было бы привлечь к суду, не переживая за его покровителей. Но я вновь просчитался. «Человек, за спиной которого стоит нечто, выходящее за грань понимания, становится практически неуязвимым». «Не думал, что вы будете склонны к мистификации», — усмехнулся Якушев, в тот же момент поймал на себе взгляд Тернова. Мужчина смотрел на него с нескрываемой злобой. Было видно, что Виктору совершенно не до шуток, и если он говорил про вещи сверхъестественные, то, по всей видимости, у него на то были свои причины. «Простите, я не хотел оскорбить вас», — Якушев опустил взгляд, сделав вид, будто вновь увлечен поисками документов в папке. Я искал Роя один. Так получилось, что на тот момент у меня не оказалось напарника. Приходилось много ночей подряд просиживать в кабинете, ожидая результатов экспертиз. Совсем скоро я понял — преступник совершает свои злодеяния в съемных квартирах, а для заманивания жертв втирается в доверие на протяжении нескольких недель. Таким образом, он одновременно общался с несколькими жертвами, а когда убивал их, на подходе у него были новые. Скрывать места убийств не входило в его задачи. Наоборот, Дмитрий даже иногда мог оставить дверь квартиры открытой, когда заканчивал свое очередное злодеяние. Но вот что касалось отпечатков или прочих улик, то здесь все было сработано идеально. Мы долгое время не знали, кто этот человек, имея только кучу фотороботов от разных людей. Но каждое описание Роя существенно отличалось от остальных, да и имя его мы знали лишь со слов хозяев квартиры. Якушев оставил бумаги в покое и полностью переключился на рассказ Тернова. Мужчина постепенно проваливался в воспоминания, его взгляд становился отрешенным и вскоре Виктор говорил без остановки, только иногда поглядывая на молодого следователя, словно удостоверяясь в его присутствии. Так продолжалось многие месяцы. Мы получали звонки от граждан и, приезжая на место преступления, видели то, что на снимках в этой папке. Но на самом деле все было намного серьезней, это были не просто убийства, а ритуалы, может быть даже жертвоприношения, хотя к этому заключению я пришел только в самом конце расследования. «Но ты действительно прав, и я не все указал в своих отчетах лишь по той причине, что если бы мне в голову пришло описать все досконально, то меня сочли бы сумасшедшим. А значит, отстранили бы отдел, и кто-то другой продолжил искать Роя, натыкаясь на его картины». «Картины?» – переспросил Олег, решив, что ему послышалось. Виктор в ответ усмехнулся, вынув из нагрудного кармана на рубашке пачку сигарет. «А этого ты не услышал даже от тех полицейских, которые охраняли место преступления, и я прав». Якушев отрицательно покачал головой. «Он совершенно ничего не знал про картины, нигде не было ни фотографий, ни описаний, а комнаты с найденными в них трупами всегда выглядели так, словно эти помещения многие годы не ремонтировались». «На первую картину я не обратил внимания», – продолжил Тернов, закуривая сигарету, и придвинул к себе грязную тарелку, чтобы стряхивать в неё пепел. Она стояла в углу комнаты, завешанная куском ткани. Всё моё внимание в тот момент заострилось на телах двух девушек, складывалось чувство, что их буквально выпотрошили, а затем слили всю кровь и унесли в неизвестном направлении. Якушев принялся вновь перебирать отчёты, понимая, что он ничего подобного в них не читал и не слышал при опросах. «Подождите», – перебил он Тернова, – «хотите сказать, что Рой попросту слил их кровь и забрал с собой?» На первый взгляд всё выглядело именно так. Мы проверили квартиру, провели опись, сделали снимки, вывезли тела, а криминалисты, собрав всё, что только могли найти, разъехались. Я завёл дело, которое лежит сейчас перед нами на столе. Второе преступление произошло спустя две недели. В этот раз он убил одну девушку, и теперь наличие накрытой картины, стоявшей в съёмной однокомнатной квартире, меня зацепило сразу. В тот момент я был один в комнате, ожидая экспертов, и старался первым найти зацепки. Холст, а Рой писал свои картины именно на холсте, натянутом на раму, стоял в углу на полу. Подойдя к ней, я скинул ткань, и в тот же момент меня буквально накрыло какой-то невидимой волной, словно я открыл некое окно, из которого повеяло ветром, переполненным смрадом. В тот же момент обои на стенах стали тускнеть и закручиваться в углах. Деревянная мебель щёлкала от того, что древесина рассыхалась и превращалась в дряхлое старьё. Даже стёкла в окнах потемнели от слоя пыли. Я ощущал этот поток на своей коже, понимая, что наблюдаю явление, которого совершенно не может быть. Но самое удивительное заключалось в другом. Тернов сделал пару больших затяжек, не сводя взгляды с Якушева. С картины на пол стекала тёмная густая жидкость. Немного, но её было достаточно, чтобы образовалась лужица. Я наклонился и, оглядев более подробно, не смог понять, что это. В дальнейшем экспертиза не показала ровным счётом ничего. Затем произошло третье преступление, и здесь картина стояла на самом видном месте. «Постойте», — вновь перебил Якушев, понимая, что теряет из виду, может быть, самое главное. Он буквально завёлся от того, что услышал, на мгновение, поверив в рассказ, Олег посчитал, что его собеседник по-прежнему старается утаить основное. Что было нарисовано на картине и, главное, чем она была нарисована? Дверь. Просто закрытая дверь во весь холст. Дверь? Якушев испытал лёгкое разочарование. Он несколько секунд молча смотрел на Виктора, который налил себе ещё выпивки. «А чего вы ожидали?» Думал, Рой зарисовывает свои злодеяния? Если бы это было так. Но нет. Он рисовал эту чёртову дверь, которая с каждой картиной открывалась всё шире и шире. И нарисованы все его картины были отнюдь не кровью, как это могло бы показаться, а самой настоящей масляной краской. «Получается, что преступник просто рисовал?» «Нет, не просто». Тернов, проглотив огненную жидкость, зажмурил глаза, затем прохрипел, вновь потянувшись за сигаретами. Со временем я понял, именно картины являются тем, на что мне нужно обращать внимание в первую очередь. Так, придя на третье место преступления, я первым делом скинул ткань и увидел, что дверь приоткрыта, и по всему её периметру из образовавшейся чёрной щели торчат пальцы. Они словно толкали её от себя, стараясь открыть. В этот раз квартира уже была в таком жутком состоянии, что чуть ли не сыпалась от ветхости. Всё вокруг покрывалось пятнами чёрной плесени, а тараканы, рыжие и огромные, носились повсюду. Они ползали по телам девушек, залезая им в рот и ноздри. Они были повсюду, кроме картины. А той гадости, которая вытекала из нарисованной двери, стала ещё больше. Картина стояла окружённая этой жижей, словно утопая в ней. Долгое время у меня не выходило это из головы. Я буквально видел во снах этот рисунок, и меня он пугал куда сильнее, чем содеянное Дмитрием Руем. Именно тогда я понял, что всё это не просто убийство, а именно ритуал. Пропавшая кровь жертв, странные рисунки и все квартиры, когда сдавались этому человеку, по словам хозяев, были в почти идеальном состоянии. А теперь в них невозможно было даже находиться. А затем у меня начались ночные кошмары, да такие сильные, что я полностью лишился сна. «Что вам снилось?» Якушев наклонился чуть вперёд, глядя на своего собеседника неотрывным взглядом. В какой-то момент вся эта история буквально затянула следователя. Он увлечённо впитывал каждое слово, сопоставляя все новые факты с ранее известными. Ему хотелось добраться до истины, и если для этого придётся выслушать самую неправдоподобную историю в своей жизни, то Олег сделает это перед тем, как принять решение. «Мне снилась моя семья, моя жена и похищенная дочь. Я до сих пор так и не знаю, где Виктория. Имен, кто мог сделать подобное, много. Я ведь в то время снабжал следственный изолятор преступниками чуть ли не каждый месяц, и с момента аварии я никогда не видел свою семью во снах. Многие говорят, что покойные родственники приходят к ним довольно часто. А я много месяцев прожил, только рисуя образы в воспоминаниях. Но когда впервые мне приснился сон, в котором моя супруга смотрела на меня своим мёртвым, окровавленным лицом, я проснулся с неистовым желанием забыть этот образ. Но она возвращалась ко мне вновь и вновь, тянула свои руки, а из разорванного лица постоянно текла кровь, падающая на её грудь. В итоге я потерял способность спать, ночные кошмары и продолжающееся убийство в реальности всё это постепенно сводило меня с ума. Но я продолжал искать Роя, в надежде, что когда засажу этого ублюдка в тюрьму, всё прекратится. На какой-то момент Виктор замолчал, сжимая сигарету в руках. Он словно отключился от этого мира, провалившись в воспоминаниях. Затем пришло время четвёртой квартиры. В ней мы нашли ещё два трупа молодых девушек, как обычно растерзанных, выпотрошенных и обескровленных. Картина в этот раз стояла на подоконнике в ореоле солнечного света. Словно Рой играл со мной, зная, что мне приходится помимо самих убийств ещё заниматься изучением его чёртового творчества. Солнце слепило мне глаза, и я не мог точно разглядеть нарисованные на холсте. Но зато видел чётко, как чёрная жидкость капает с подоконника. Она тянулась вниз густой слизью, стекая по старым батареям и разъедая деревянный пол, просачивалась между паркетными дощечками. А стена вокруг окна вся изобилована чёрными пятнами плесени, по которым ползали мокрицы, тараканы и прочая мерзость. Чем шире открывалась дверь на картинах, тем сильнее вылезала и на поверхность вся эта чернота. Но пятая квартира стала для меня апогеем всего этого кошмара. Якуша вынул чисто машинально из папки распечатанные фотографии, на которых комната была сфотографирована в нескольких ракурсах. Отвратительная обстановка передавалась даже через снимок. На цветном снимке невозможно было найти ни одного яркого пятна. Казалось, будто сама комната стала не просто ветхой, но и выцвевшей. «Отвратительное зрелище», — продолжил Тернов, глядя в окно. Он на несколько секунд погрузился в молчание, словно прокручивая в голове события годовалой давности. Якуша в это время мысленно сопоставлял, какой процент из всего ему слышанного правда. Имел ли Виктор привычку приукрашивать, мог ли он попросту запугивать своего коллегу, стараясь придать делу более серьезную окраску, и если да, то тогда с какой целью. Разглядывая снимки предпоследней квартиры, Олег ощутил странное чувство, от которого ему стало не по себе. Он вспомнил, что двое опрошенных им полицейских, присутствующих в разное время на местах преступления, ничего не говорили ни про картины, ни про жуткую черную слизь. Эти мужчины рассказывали только об убитых девушках и о том, как тяжело было находиться в квартире, где работали криминалисты. К тому же никто другой, кто имел отношение к расследованию дела номер 128, ничего не говорил о том, что видел Тернов. Это обстоятельство показалось Якошеву странным, но Олег решил пока не говорить об этом, поскольку, ожидая развязки, продолжал у себя в голове выстраивать собственную цепочку развития событий. Я прибыл первым, если не считать патрульных. Как только они обнаружили трупы, сразу же покинули квартиру. К тому времени я уже был просто помешан на картинах и совершенно не обратил внимания на три трупа, сидящих по углам комнаты. Только потом я обнаружил, что все девушки абсолютно целы. Они были умер в шлины, но не растерзаны, как предыдущие. Их глаза были раскрыты, словно на выкате, застывшие в жутком испуге. Сама картина стояла в центре на стуле, и как только я шагнул в помещение, то сразу же наступил в жижу. В этот раз она бурлила, выпуская смрад. По стенам поползли трещины, разрывающие обои, а мебель была вся разломанной. Дверь на картине была открыта наполовину. Я видел, как темнота сгущалась в образовавшемся проеме. Она была осязаемой, даже более чем реальной, и в ней что-то двигалось. Я видел это своими глазами, как она раступилась, и из-за двери стало выползать что-то отвратительное, похожее на человека и одновременно мертвое, полностью сгнившее. Это существо выползало из картины, спускаясь на пол прямо в черную жижу, утопая в ней на несколько сантиметров. В итоге я понял — это был человек, ползущий на четвереньках, обугленный, ободранный, с кусками плоти, свисающими с костей. Черные провалы глаз таращились на меня, а из-за зубастого рта доносились звуки, словно кто-то водил ногтями по стеклу. Оно медленно ползло в мою сторону, не оглядываясь по сторонам. Я смотрел на это столько, сколько мог, и резко развернувшись, поспешил из комнаты в коридор, а после — к выходу. В какой-то момент мне захотелось попросту бежать. Выскочить на улицу, умчавшись, куда глаза глядят, но на выходе из квартиры я столкнулся с приехавшими криминалистами. Они, как обычно, задали мне пару дежурных вопросов и, не дождавшись ответа, поскольку я был абсолютно для Шондара речи, направились в комнату. Я был готов услышать крики или еще какой-то шум, доказывающий, что мой мозг не сошел с ума, но ничего подобного не было. Вернувшись к дверному проему и заглянув в комнату, мне пришлось увидеть, как криминалисты делают свою работу. А кроме трупов девушек и обычной картины в комнате ничего ужасающего не было. Тернов замолчал, в его глазах читалось легкое облегчение, словно мужчина скинул с себя груз, который тяготил его на протяжении долгого времени. «Но оставалась еще одна квартира с двумя девушками», сказал Олег, не желая комментировать то, что услышал. Виктор посмотрел на него взглядом еще более удручающим, чем в момент их знакомства. «Трудно поверить в то, что сейчас было рассказано, но услышать подобную историю от человека, практически лишенного чувства юмора, было более чем странно». «Думаете, я с ума сошел?» – спросил Тернов, скрестив руки и откинувшись на спинку стула. Якушев почувствовал себя неловко. Ему казалось, что он должен был ответить, но не мог подобрать слова. «Мне кажется, имеет смысл дослушать историю до конца, перед тем, как делать какие-то выводы». Виктор усмехнулся, а на его лице исчезли признаки напряжения. Он наклонился вперед, придвинув к себе несколько фотороботов роя. «Мы искали этого парня так, как только могли. Привлекали все силы и старались ничего не упустить из виду. Но проблема была в его внешности. Никто не мог дать четкого описания лица Роя. Все, кто сдавал ему квартиры, буквально путались в описаниях. И каждый составленный фоторобот отличался от остальных. Разный цвет глаз, разные волосы, скулы, овал лица, прическа, манера, жестикуляции… Словно составлялись портреты разных людей и в то же время одного и того же человека. Что-то люди могли уловить схожее, но когда им показывали другие рисунки, то они впадали в ступор, не зная, этого ли они видели человека или нет. Поэтому его прозвали лицедеем. «Он хорошо менял свою внешность», – вмешался Олег, высказывая свои предположения. «Контактные линзы, краска для волос, грим, в конце концов». Я думал так же. Хотя в этом есть логика. Но когда я встретил Роя лично, мне так и не довелось удостовериться в том, кто же все-таки из свидетелей оказался прав. «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» Тернов вновь закурил сигарету, покашляв после первой затяжки. Мне пришло от него сообщение на мобильник. Он сказал, чтобы я пришел один и что, хотя это не спасет похищенных двух девушек, во всяком случае, может положить конец похищениям. Мне ничего не оставалось, как поверить. Я отправился по указанному адресу, все еще терзаемый сомнениями, смешанными с ночными кошмарами. Моя супруга все еще являлась ко мне, стоило только провалиться в легкую дремоту. Измученный, выжатый до основания, я продолжал делать свою работу. Я думал всадить ему пулю в лоб при первой же встрече, даже не желая слушать все его обоснования своих преступлений. Но когда вошел в комнату, увидел картину, накрытую белой тканью. Здесь не было ни трупов, ни гниющей мебели, все выглядело так, как и должно было выглядеть в реальном человеческом мире. Я огляделся, подошел к картине, стоявшей на мольберте, и собравшись с духом, скинул ткань. В ту же секунду меня слепило ярким светом. За одно мгновение я успел увидеть, что дверь на картине раскрыта полностью. Схватившись за лицо, мне пришлось отойти назад, ощущая, как сильно были от глаза. Закрыв их ладонями, я погрузившись в темноту, опустился на колени. Но в этот момент до меня долетели голоса. Это была моя дочь, звавшая меня откуда-то издалека. Не в состоянии разобрать слова, я принялся раз за разом выкрикивать ее имя, стараясь раскрыть глаза. Но яркий свет все еще слепил, словно мне приходилось смотреть на солнце. Затем за моей спиной послышались шаги. Кто-то подошел совсем близко и опустился ко мне. Я ощущал дыхание за спиной, сопровождаемое незнакомым голосом. «Тот, кто познал истинную тьму, узнает свет. Если сможешь найти меня, вернешь ее». Затем свет погас, а голоса затихли. «Я лежал на полу, ощущая зуд в глазах, но для восстановления зрения понадобилось некоторое время. И это, пожалуй, все, что я могу рассказать тебе по делу номер 128, ведь после этого дальнейшие преступления прекратились». Тернов затушил очередной окурок в тарелке, более не проявляя никакого интереса ни к распечаткам, ни к фотоснимкам. Он просто смотрел на Якушева взглядом человека, который уже устал от гостей и жаждущим остаться поскорее одному. «А как же картины? Где они?» – спросил Олег, все еще пытаясь выдавить из собеседника больше информации. Недосказанное оставалось всегда, поскольку никогда человек не будет до конца раскрывать всю правду, и именно там скрывалась зачастую главная суть, имеющая истинный смысл. Они пропали все до одной. Исчезли, испарились, как все остальные улики, говорящие о причастности этого дела к потустороннему. Для всех остальных, кто принимал участие в расследовании, Дмитрий Рой не более чем больной маньяк, который в один момент прекратил свои злодеяния. «Поэтому, если за время своих поисков ты так и не нашел ни одной картины, где могла быть изображена дверь, то тогда ищешь совершенно другого парня». Якушев молча отвел взгляд в сторону. В один момент все его предположения рухнули, словно наткнувшись на стену. В действительности так оно и было. Тела найдены, но кроме переписки в социальных сетях больше ничего не было. Он принялся собирать вещи со стола под пристальным взглядом хозяина дома, молча все еще пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Закрыв папку, Олег поднялся со старого скрипучего стула. «Я могу позвонить вам, если будут еще вопросы?» – спросил он, не надеясь получить положительный ответ. «Конечно, мог бы, если бы у меня был телефон». Тернов развел руками в сторону, словно показывая свое безразличие. «Но я сказал тебе все, что знаю. И если ты вновь окажешься на моем пороге, я просто не открою тебе дверь. Не хочу более ворошить прошлое, для того я и переехал сюда из города. То, что было, остается вне стен этого дома». Якушев сухо поблагодарил Тернова. Выйдя на улицу, он услышал, как за спиной захлопнулась входная дверь. Сев в машину, Олег завел двигатель, рассмеявшись. Конечно же, этот старый лис просто рассказал ему обычную байку. Съехавшись с катушек пьянчуга, не смог раскрыть это дело и теперь заливал свою неудачу дешевым коньяком. А когда к нему приехал молодой следователь, просто рассказал историю, которую сам выдумал на ходу. «Что б тебя, Виктор!» Обвел вокруг пальца, как школьника. Он ударил кулаком по рулю, вновь рассмеявшись, но уже с горечью в голосе. Ещё никогда Олегу не приходилось чувствовать себя таким дураком. Все эти истории с пропавшими картинами, постаревшими комнатами и с чудовищами, выползающими из рисованных дверей, как всё это теперь звучало глупо в цвете яркого солнца. А ведь в этом убогом, тёмном старом жилище такие сказки кажутся почти реальностью. Олег ударил по тормозам. Автомобиль, издав свист от горящих по раскалённому асфальту покрышек, замер на краю дорожного полотна. Якушев закрыл глаза, восстанавливая и сопоставляя в памяти всё услышанное. Несколько секунд он буквально проваливался в образы, прорисовывающиеся в его голове. А затем, посмотрев прямо перед собой, прошептал «Если сможешь найти меня, вернёшь её». Не может быть. Он вновь надавил на газ и, развернув машину, направился обратно. Слишком много фактов стало сходиться в его голове, слишком много совпадений, которые выстраивались между собой в очевидную цепочку. Якушев понимал всю нереальность услышанной истории, но отрицать гибель невинных жертв было невозможно. А к реальной разгадке он так и не приблизился. Всё, что ему рассказал Виктор Тернов, не более чем попытка запудрить мозги, уведя следствие совершенно в другую сторону. Олег припарковал машину неподалёку, оставаясь вне поля зрения. Выйдя на улицу, он направился вдоль дороги к дому. Постепенно, уходя с проезжей части, Якушев нырнул в густую растительность, пробираясь сквозь кустарники, он вышел к участку Тернова левее от дома. Теперь, оставаясь незамеченным, он приблизился к гаражной пристройке. Припав спиной к стене, Якушев вынул из кобуры пистолет, постепенно продвигаясь к задней части здания. Заглянув в небольшое окно, позволяющее разглядеть гараж, он первым делом отметил отсутствие машины, поскольку гараж использовался совершенно в других целях. По всему его полу были видны небрежно затёртые тёмные пятна. Словно кто-то пытался смыть с бетонного покрытия разбрызганную тёмную жидкость. Она была настолько тёмного цвета, что разводы после её уборки напоминали крутящиеся чёрные дыры. Якушев толкнул окно, обнаружив его открытым. Не раздумывая ни секунды, он протиснулся внутрь гаража, стараясь издавать как можно меньше звуков. Опустившись на пол, Олег получил возможность разглядеть пятна лучше. Но даже теперь он не мог понять, что именно пытался вытереть тернов. Толкнув дверь, ведущую из гаража в дом, Якушев шагнул через порог. Он тут же стиснул зубы, понимая, как сильно скрипнула половица под ногой. Дом в действительности был в очень плачевном состоянии. Олегу даже показалось, что когда он вошёл сюда впервые, здание показалось не таким ветхим, как спустя всего несколько часов. Полы давали знать о перемещении протяжным скрипом всякий раз, когда Олег делал следующий шаг. Уже вполне понимаю, что ему так и не удалось пробраться в дом незамеченным, он всё же старался идти как можно тише. Обойдя первый этаж, начиная с гостиной и заканчивая уборной, Якушев не нашёл Виктора. Все комнаты были совершенно пусты, возможно, Тернов вышел ненадолго на улицу. Пользуясь возможностью, Олег принялся делать повторный обход, более детально разглядывая каждое помещение. В его голове не укладывалось, как человек, который ещё год назад жил в городе в хорошей квартире, мог теперь просиживать в доме, пригодном только под снос. Выйдя в коридор и совершенно ничего не найдя, он стал оглядываться по сторонам, понимая, что не осмотрел только кухню. Но если бы там кто-нибудь был, то они, несомненно, услышали бы друг друга. Второго этажа не было, но в конце коридора невысокая лестница вела к двери под самым потолком. Чердак оказался довольно затемнённым местом с небольшими потоками света, идущими из крошечных ветровых окон. В самом центре чердачное помещение разделяла стена, верх которой служил коньком для крыши. Олег обошёл её с левой стороны, когда его взгляд выхватил из густоты тени шесть картин, стоявших вдоль стены. На каждой из них была изображена дверь. Но выстроены картины были в таком порядке, что, перебегая взглядом от первой к последней, складывалась иллюзия открывающейся двери. Якушев перевёл взгляд в другую часть чердака, и там его ждал скверный сюрприз. Пять обнаруженных тел молодых девушек, покрытых бесконечными порезами, лежали словно небрежно брошенные манекены. Олег задержал дыхание, не в состоянии отвести от этого ужасающего зрелища глаз. Пришлось приложить достаточно усилий, чтобы взять себя в руки. За время службы в полиции ему приходилось видеть несколько раз тела, но ещё никогда Якушев не видел ничего подобного. Он отвернулся, и вновь его взгляд скользнул по картинам. Олег быстрым шагом перешёл в другую часть чердака, зайдя за стену. Не видя перед собой тел девушек, он стал понемногу приходить в себя, оглядывая помещение. Здесь было абсолютно пусто. Якушев прошёлся к скату крыши, размышляя на ходу о том, что теперь он просто обязан арестовать Тернова. Но если на самом деле Виктор всё это время был в доме, то теперь сам Олег может стать добычей. Раздумывая над тем, как ему обхитрить хозяина дома, Олег, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, оказался лицом к стене, и в этот момент все его мысли оборвались. Он смотрел прямо перед собой, не понимая, насколько реально то, что он видит. Во всю стену, высотой не меньше двух с половиной метра, была нарисована дверь. От неё во все стороны прорастала вполне реальная чёрная плесень, по которой бегали тараканы. Из приоткрытого проёма на пол стекала чёрная густая жидкость, издавая булькающие звуки. Олег оглядывал всё это, медленно приближаясь к стене, он уже ощущал лёгкий поток ветра, идущий из картины, когда до него донёсся шум бьющегося стекла. Моментально вырвавшись из оцепенения, Якушев побежал к лестнице и, спустившись в коридор, увидел, что вся гостиная охвачена огнём. Пламя очень быстро разрасталось в ветхом доме, полностью отрезая путь к двери. Он побежал в ближайшую комнату, в которой оказалась спальня. Дым от пожара к тому времени простирался густыми чёрными клубами над потолком. Олегу стало резать глаза, и он почувствовал, как в помещении быстро заканчивается кислород. Пересохшее горло моментально схватил кашель. Якушев схватил стул и бросил его в окно, затем, выпрыгнув на поросшую сорняком клумбу, поспешил подальше от пылающего дома. Упав в траву на безопасном от пожара расстоянии, Олег ещё долгое время не мог избавиться от кашля, но всё это время продолжал смотреть в сторону горящего дома, словно пытаясь что-нибудь увидеть в огне. Из отчёта Олега Якушева по делу номер 128. Изучив все данные дела и лично опросив всех, кто имел отношение к расследованию, в том числе бывшего главного следователя управления лейтенанта полиции Виктора Тернова, я пришёл к следующему выводу. Тернов, В., причастен как к первой, так и ко второй волне похищений. И хотя неоспоримые доказательства сгорели в пожаре, я прилагаю к делу собранные мною факты, подтверждающие вину Тернова Виктора по обеим эпизодам. По моему мнению, подозреваемый страдал сильным психическим расстройством, вызванным гибелью супруги и исчезновением дочери. К тому же у него развился синдром подражателя, что стало причиной новых убийств. Он считал, что если будет проводить определённые ритуалы, требующие жертв, то сумеет найти виновников в смерти своих близких. Знания всех деталей следствия и богатый опыт работы в полиции помогли ему оставаться вне подозрений долгое время. Также имеется заключение о пожаре, где говорится, что были найдены пять тел, которые принадлежат лицам женского пола. Я считаю дело незакрытым, поскольку точно неизвестно, погибли Тернов В. в пожаре или сумел сбежать. Субтитры создавал DimaTorzok